Я их сейчас изнасилую. Изнасилую? Изнасилую. Изнасилую кроссовки? Изнасилую. Изнасилую. Что это за слово, Ангелина? Изнашу. А это что за слово? Изнашу, это когда они уже дырявые. Доношу. Доношу. Нет, я их сейчас отпинаю. Отпинаю? Это очень жестоко. Изнасилую и отпинаю. Изнасирую. Изнасирую, тем более. Это что-то страшное. Вдвойне. Так, а мы идем ребенка отводить на танцы. Как обычно у нас процедура однообразная. Вот такая здесь забитая раздевалка. Куча вещей. Представляете, у нас сегодня 14 апреля, а отопление еще есть. Во всех домах, квартирах и учреждениях. Для меня это шок. После Украины. У нас уже на Украине давным-давно все отключили и люди мерзнут. А мы наоборот спим с открытыми окнами. Какой контраст. Смотрите, какую я штучку купила. Красивенькую. Как вам? Горячий шоколад. На этот раз он оказался. Скачем домой, потому что начался дождь. Сначала в магазин, как обычно, за покупками. Пожрать. И домой. Потому что мы легко оделись. А сегодня вечером не очень-то и тепло. Обращайте внимание на мой такой заспанный, усталый вид. Я встала уже давным-давно. Но все никак... Вернее, проснулась я давным-давно. Но все никак не встану с кровати. Потому что я занимаюсь монтажом. Монтирую очередной влог. Ну, в принципе, общаюсь с девчонками в ВКонтакте. Переписываюсь. Параллельно смотрю еще какие-то видосы новые, которые вышли на ленте Ютуба. Поэтому день у меня всегда так начинается. И в целом, почему я вообще включила камеру? Потому что все ушли. Никого нет дома. Все меня бросили, пока я сидела в наушниках. Потом встала и прошлась по квартире. И понимаю, что никого нет дома. Такое очень редко бывает. Обычно все бегают, орут. Либо каждый занят своим делом. Но в целом, я собираюсь сейчас еще немного помонтировать. И буду бегать. Нужно снять видео, вопрос-ответ. Потому что накопилась куча вопросов. Даже не просто вопросов, а каких-то дебильных комментариев, на которые я так люблю отвечать. И да, я хочу с вами это все обсудить. Как и всегда, как и обычно. Да, как-то так все происходит. Но ждите в скором времени видео-ответы на вопросы. И да, я не в трусах сижу. У меня такие шортики. Да, кстати, некоторые парни мне писали о том, что у меня уже якобы нет идей для видео. И я снимаю что-то несуразное. Мне нравится такой формат. Я очень люблю, допустим, жизненный формат. Не тот, который там постановочный. Хотела мотюкнуться опять. В общем, мне нравится такой формат. И я вижу, что многим тоже нравится этот формат. И из-за двух людей, которых это не устраивает, я не собираюсь ничего менять пока. Добавить что-то, может быть, что-то подкорректировать. Да, я открыта для предложений. Даже не предложений, а для новых идей. Если у вас есть какие-то идеи, предпочтения, просьбы какие-то, пишите. Я рассмотрю их и, соответственно, приму к сведению. Либо сниму то, что вы хотели увидеть. Либо расскажу о том, о чем вы хотели услышать. Но не нужно мне писать, что уже неинтересно. Уже, в общем, чуть ли не высасываются из пальца видео. Слушайте пол-YouTube высасывают из пальца тогда. У нас на улице сегодня потеплее, чем вчера. Вчера вообще было что-то 7 градусов, по-моему. В общем, какая-то жуткая пасмурная погода, которая мне не очень по душе. Потому что мне было вчера плохо, очень плохо. И да, шум из окна, если что. Я уже, кстати, снимала тренировку на пресс. И скоро выложу ее. Осталось добавить какие-то кусочки еще спортивные. И смонтировать это все. В общем, да, куча материалов у меня отсняты, которые нужно смонтировать, которые нужно довести до ума. Но я не все успеваю. Потому что у меня есть еще и личная жизнь. Я не хочу никому сказать, что я вот такая вот звезда. И все такое. Кстати, мне недавно кто-то написал. Я не запоминаю ники тех людей, которые... Да и вообще не запоминаю ники. В общем, мне человек написал о том, что ему понравилось видео, где я рассказывала про переезд свой. Этот человек просто сказал, что якобы респект мне и все такое. В общем, я обычно на такие комментарии хвалебные всем всегда отвечаю позитивно. И буквально даже одной и той же фразой спасибо за хороший отзыв там или за душевный комментарий. Потому что он приятный. Я не буду юлить. Но у кого-то там взорвало. И чувак какой-то написал, что я якобы после этой фразы зазвездюсь. Ну, в общем, звездов поймаю. И да, я зазвездилась, как вы видите. Я просто прям масштаб звезды, наверное, нереальный. Буквально с утра еще разгорелись страсти. Опять же под видео, там, где я про документы рассказывала, про жизнь в России и все такое. Опять разгорелись какие-то, я не знаю, в общем, срач, не срач, но, в общем, негодование у какого-то парня выгоняет меня опять из своей страны. Вот это вот, знаете, вот своя страна, моя страна. С чего ты взял, что твоя страна? Моя страна в разрухе сейчас. Так кому мне ходить и предъявлять претензии? Объясни. Мне тоже ходить, ныть и постоянно, я не знаю, гнобить кого-то. Объяснять мне, что якобы я виновата в том, что произошло на Майдане, заметьте, и я ничего не сделала, чтобы предотвратить это. Объясните мне, почему я должна это была предотвращать? Я одна. Я сидела на жопе ровно дома, как он написал, либо на работе, и ничего не сделала для того, чтобы, блин, предотвратить Майдан. Вы вдумайтесь. Очередной раз меня понесло. Ну, я всегда такая. Я эмоциональный человек, довольно-таки. И. Продолжение следует...